Ну а вот мы и пришли. Это мое самое любимое место. Я сейчас покажу тебе такой вид на город. Кладбище? Очень романтично. Да, это очень древнее кладбище. Интересно, а сколько тогда лет этим могилам? Здесь уже веками никого не хоронили. А знаешь, я сразу понял, ты не такая, как все. Правда? Спасибо. Я вообще случайно туда попала. Меня подруга позвала. О боже, как красиво. А вот мы и пришли. Это то самое место. Ой, прости, мама. Наверное. Во имя сатаны, правителя земли, я заклинаю силы тьмы, придите и поделитесь своей адской мощью со мной. Что ты говоришь? Ты только уяви. Еще и година не минула, как познайомились, а она уже на секс натякает. Я ей скажу, гей, загальмуй, не жени коней, а вона еще и засмучивается. Ну, понятно, не мог же я образить девчину. Ты, Степ, завязывайся своими похождениями. Ты еще подцепишь какую-нибудь заразу. Ой, про такую заразу, как ты, подхопил, мне и не мріяти. Пів життя на ней витраты, видосище хворий. Ты Ларису не трожь. Это диагноз, который не лечится. Да то ваша справа. А щодо мене, по-перше, я обережний. А по-друге, я не винен, что вони самі на мене вишаются. Короче, принц. Да что так уже? Здесь, жди. Я получил дело об убийстве Елены Лозневой. Дело странное. Именно поэтому отец убитой девочки обратился ко мне. Дело было найдено недавно, хотя убийство произошло около месяца тому назад. Кто это сделал, непонятно. У официального следствия пока нет ни одной зацепки. Я так и знала, как только запахла мистикой, ты тут как тут. Вот. Рада тебя видеть. Неожиданно, но приятно. И что, таки пахнет мистикой? Ну или мистическим маньяком. Смотри. Следы на руках и ногах. Ей сначала опустили кровь, а потом убили. После труп пытались распять. Она просто лежала и стекала кровью в такой позе. Да, и вот надпись на груди. И номины дьяволи. Во имя дьявола. Значит, мы имеем дело не просто с маньяком, а с фанатиком. Я, конечно, извиняюсь, но долго я там еще буду стоять, как первоклассник под кабинетом директора. Может, я тоже хочу с девушкой познакомиться. Вот знакомься. Елена, 18 лет. Очередная жертва, фанатика сатаниста. Я просто разервал бы этого гада. Молода девчина, красивая, еще життя не нюхала, а ей якась тварюка, ніж в сердце и все. Привет. Что у этих идиотов в голове, я не знаю. Але як знайду, то самого розіпну. Вот еще кое-что интересное. Я тщательно обследовала тело, и вот. Степа, знак был сделан после смерти. И это не тату, это ожог. Точно такой же был обнаружен у Татьяны Гончаренко. Да, второй жертвой. Я уверена, если сделать эксгумацию тела первой жертвой, то мы обнаружим то же самое. Ну, к сожалению, не я делала тогда вскрытие. Елена, третья жертва, фанатика. Вернее, третья из найденных. Сколько их всего, неизвестно. Если это ритуальное убийство, то непонятно, остановится на этом убийца или нет. Так что, чем раньше мы его найдем, тем лучше. Да, убийство произошло несколько недель тому назад. Три, три с половиной. Спасибо, Лариса. Ну, если что, обращайтесь. А ты уже знаешь, кто убийца? Да. Убийца явно из черных магов, причем начинающий, непонятно только, кто это и зачем ему понадобились человеческие жертвоприношения. Елена Лознева, 18 лет. Мария Приходько, 21 лет. Татьяна Гончаренко, 25 лет. Три жертвы за последние три месяца. Это у него что, хоббит такое? Раз на месяц вбивать по девочке? Ты прав, Степа. Три жертвы за последние три месяца. Чекай. То это значит, что он скоро снова выйдет на поливание? Совершенно верно. Только непонятно, где и на кого он будет охотиться. И это поза. Хотя, если провести линии, получается, пятиконечная звезда. В оккультизме часто используется пентаграмма Агриппа. Ну, еще один знак сатаны. Я чувствую, что Елена не последняя жертва. Но принцип, по которому он их подбирает, я понять не могу. Все девушки разные. Не похожи между собой. Между собой незнакомы. Живут в разных районах, из разных социальных слоев. Трупы находят в разных частях города. Нет системы Степы. Нет. В том, что произойдет очередное убийство, я был почти уверен. Но вот вычислить, кто будет очередной жертвой и где произойдет очередное жертвоприношение, было сложно. Следов изнасилования нет. Никаких отпечатков, следов, зацепок. Ничего, чтобы объединяло жертвы, кроме способа убийства. Шеф, ну тут звонить Петру. Он там подивится, все это раздивится. И сразу узнаем, кто убийца. Ты прав. Золотая глава. Ну, Петру я и так собирался позвонить. Потому что отработать для этого детства не получится. Поедешь, пообщаешься с родственниками погибших. Э, нет. Вот до этих крутелеков поедешь ты сам. Ну, ты же меня знаешь. Я что-то не толяпну, потом ганьби не оберешься. Я, краще, спальный райончик. Смотри, не усни там. Дон Жуан спальных районов. Степа был прав. Нужно привлекать экстрасенса. Нет, я, конечно, не рассчитывал, что он сразу выведет на убийцу. Но он мог заполнить некие пробелы, дать зацепку. А именно ее очень не хватало. Именно поэтому я взял нашего друга, белого мага Петра, и отправился с ним в дом к родителям убитой девушки. Девушка умрела не так давно. Я надеюсь, что ее энергетика в доме сохранилась. Я очень рассчитываю на помощь потусторонних сил. Здравствуйте, Константин. Спасибо, что согласились помочь в расследовании. Вы знаете, это такое горе для нашей семьи. Здравствуйте, Михаил Александрович. Я прекрасно вас понимаю и постараюсь сделать все от меня зависящее. Мы приехали, чтобы осмотреть комнату Елены и поговорить с вашей женой. Это Петр. Экстрасенс, на мой взгляд, один из лучших. Он будет помогать нам в расследовании. Да, да, конечно, конечно. Ну, проходите. Стойте. Не будем им мешать, пусть первые осмотрят место. С жертвами лучше работать там, где высокая концентрация энергии. Там, где они проживали, часто бывали. Души убеденных иногда бывают разговорчивы. Могут показать, рассказать. Я надеюсь, что нам удастся что-то узнать. Девочка очень светлая. Я вижу. Ты меня не понял. Чистая душа. Судя по всему, еще действенница. Это имеет какое-то отношение к убийству? Думаю, да. Дай мне еще фотографии. Угу. Держи. Вставь одного. Хорошо, пойду пообщаюсь с отцом. В комнате чувствовалось тепло, и Лена на душа словно хотела что-то сказать. Такие минуты лучше быть один на один с душой. Так больше вероятность получить информацию. Скажите, пожалуйста, ваша дочь увлекалась магией? Что? Да нет. Нет, нет. Ну что вы? Ну, она же в церковном хоре пела. Ну, нет. Ну, какая может быть магия вообще? Нет, нет. Вона уже месяцев за два до того в церковном хоре не спевала. Что? Я просто тебе не наваживалася про это сказать, но она, в основном, не спевала в церковном хоре. Вы знаете, с нашей девочкой последним часом начали происходить какие-то странные вещи. Вона не читала все каких-то книжек. Почала дарикати нам, что мы зипсували ей життя своёю любовью. Оленко, а ты до церкви збираешься? Оленко, а что это ты вирядилася? Что это такое, Оленко? Это одежда моя. Я же надеюсь, ты не собираешься так у людей выйти? Очень даже собираюсь, мама. Оленко! А это что такое? Мам, не трогай! Оленко, что это такое? Мам, ну что... Оленко, сними все это негайно. Я не буду это снимать, мам. Ты сними все это негайно, но ты не можешь в этом ходить. Ты не такая, как все эти. Мама, хватит! Меня это уже так достало. Сколько можно? Я такая, как все. Можешь быть уверена, потому что мне это нравится. Я буду так ходить. Можешь быть уверена, потому что я так хочу. На, мам, incredible. на досуге, как жизнью наслаждаться. Держи. Возьмёт жизнь и всё? Да. Всё, мам, хватит. Пожалуйста. Я взяла в руки эту книжку, почитала, а там про секс, про гроши, як заводить человека, всякие заклинатня, ну и всякая такая дурня. Скажите, а где сейчас эта книга? Ну, там день и месяц, на смитнику, я её выкинула. Ну, кто же мог дать ей эту гадость, а? Я не знаю, я не знаю. Вона ещё останнім часом захопилася эзотерикой. Ну, я думала, что она нам щеловеком на зло. Я думала, что, ну, минеться. Ну, в принципе, воно так десь и сталося. Вона приходила до меня, плакалася, вибачення просила, казала, что была неправа, что люди кругом такие гады. Ну, я вообще не понимаю, ну, я не понимаю, как вообще она могла очутиться на этом кладбище. Ну, она же поехала к своей подруге на день рождения. Ну, была у неё дома. Ну, это совершенно на другом конце города. Я телефонувала ей. Вона казала, что всё нормально, что всё добре, что она будет через півгодины. А потом зникла. Мы эти три тижні взагалі жили, как в кошмарном сне. Всё же сподівалися, что её найдут. Мы всё же сподівалися, что её найдут живою. Тома, Тома, всё. Успокойся, Томочка, Тома. Судя по материалам дела, Лена ушла с дня рождения одна. Все поехали праздновать в ночной клуб, а она сказала, что возьмёт машину и поедет домой. Думаю, она поехала на встречу с человеком, отношение с которым она не хотела афишировать. Лена была очень скрытной девочкой. Лена была очень скрытной девочкой. Лена была очень скрытной девочкой. Это не просто убийство. Константин! Костя! Что? Это дело рук чёрного мага. Вернее, психа, который себя таковым считает. Маги стараются не оставлять знаков и следов. И человеческие жертвы в наше время не переносят. Так вы знаете, кто это сделал? Тот, кого мы ищем, довольно-таки молодой мужчина. Обиженный, закомплексованный паренёк. Лица я не увидел. Скажите, а у вашей Леночки не было таких знакомых? Не, не было. Нет, не было, не было. И ночной клуб. Она ходила в ночные клубы? Не, не ходила. Да не, не. Она не ходила в ночные клубы. И парней у неё вообще не было. Она береглась её. Так? Так. Лена увлеклась магией не на шутку. Это было очевидно. Она жила по лунному календарю. И это удивительно, но дата её смерти была обведена в кружочек. Она, вероятно, знала, что должно что-то случиться. Готовилась к этому. Это был 15-й день лунного календаря. 15-й день лунного календаря. День сатаны. Именно эта дата смерти была выбрана ей не случайно. Нет, не думаю я, что она знала дату своей смерти и готовилась к ней. У таких людей совсем другое поведение, нежели то, что рассказывают о Елене, её родственники и друзья. Нет, она готовилась не к смерти. Вероятнее всего, на этот день было назначено какое-то важное событие в её жизни. Скорее всего, судя по её изменившемуся поведению, это должна была быть встреча с любимым парнем и первый физический контакт. Жаль, что ни отец, ни мать ничего, не знали об этом. Изменившемуся, я уже в милиции всё сказала. Не дёргайте меня, пожалуйста. Женечка, я понимаю, что вам тяжело. Может, вы ещё что-то сгадаете? Знаете, Таня... Так, Катюха, Катюха, бегом домой. Марш! Ну, мама! Марш домой, я тебе сказала. Быстро! Быстро! Девчонке 25 лет было. И молодая, и взрослая одновременно. Пустила, я видать, что. Компании эти бесконечные. И мужиков меняла, как перчатки. Ну, в общем, не смогла я с ней справиться. Скажите, ну, может быть, вы знаете, место, где оно бывало, на частей шоу? Ой, так где оно только не бывало. По всяким шарахалась этим парам, этим клубам. Познакомых у неё было тысячи. Каждый второй мог быть её убийцей. Вот вы там и ищите. Пристали ко мне. У меня горе. Пожалуйста, не беспокойте меня больше. Больше. Больше за все, терпіти не могу говорить и с родичами жертв. Тобі треба информацию из них выняты, а в них лишь слезы и спогади. Иногда еще и агрессивны, страшенно. Мовляв, мы ничего не делаем и убийц не шукаем. Я понимаю, что им болит, но у меня тоже часу обмель. А может, эта тварь в этот час еще одну девушину убивает? О, простите. Вы знаете, Таня ведь, когда пропала, она перед этим в ночной клуб собиралась. Новый какой-то. Говорила, что он недавно открылся и очень жалела, что меня с собой не может взять. Золото моё, ну, навещо тебе циничные клубы? Ну, ты бачишь, что там с девчатами отбывается? Сиди в доме, учи уроки. Ну, ты не угрожайся. Краще скажи, ты не помнишь название этого клуба? Нет, название она не говорила. Боялась, что в случае чего я могу матери проболтаться. Как у тебя солнце? А вы найдете того, кто ее убил? Убавляю скулы. Ладно, я побегу, а то мать увидит и будет обругаться. Бежи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Смотри. Степа. Мы обращали внимание, в первую очередь, на новое заведение, поскольку сестра одной из убитых девушек говорила про новый клуб. В городе таких четыре. Мы следили за посетителями, особенно за девушками, но пока ничего подозрительного не происходило. Потратили в пустую уже уйму времени. Что у тебя, Степ? Один клуб, закрытый заклад. Вхит только по запрошениям. Еще немного я буду знать все богемное житие города. Ну ничего, если не получится быть сыщиком, будешь тусоваться. Костя, я вычислил примерные даты смерти всех девушек. Они приходятся на пятнадцатый лунный день. День сатаны? Если я не ошибаюсь, через два дня снова пятнадцатый лунный день. Да, а это значит? А это значит, что он снова совершит убийство. И у нас на все про все сутки. Крутяк! Крутяк! Тогда его шука ты! В клубе, Степа, в клубе. Поехали. Петя, продолжай, будь на связи. Как-то говорят, денег мало не беда, как и друзей череда. Через своих знакомых я вышел на директора этого клуба. И тот позволил нам поговорить с персоналом. Там такие девушки. Вот только они уси лякаются, когда мова заходит про убийство. Проте никто из них не в познавших девчат с фотокарток. Наче б то их и не было тут. Петр точно увидел, что смерть Елены и других девушек связана с каким-то заведением. Если мы промахнемся в этот раз, это будет... У нас очень мало времени. Я просто чувствую, что сегодня-завтра будет очередная жертва. Добрый день. Сиди сиди. Здорово. Здрасьте. Вопросик есть. Ты видел этих девушек? Нет, первый раз вижу. Дайте-ка посмотреть. Так вот это ж была красотка. Она еще где-то месяца полтора назад возле тебя постоянно крутила. А и эту я видел. Я еще ее запомнил. Она на таком офисном костюме была. Я ее еще не хотел пропускать. Понимаете, все может быть. Передо мной столько лиц каждый вечер мелькает. Ты всех и не запомнишь. Да эти девки понапевают солидным барменом. Надоело. Хотя знаете что? Вы сменщика моего спросите. Он парень-одиночный. Может быть и повнимательнее кому-нибудь присматривался. Когда он будет? Через неделю. Уехал к родителям. У вас здесь сколько сохраняется записи камер служения? Три недели. Не знаю. Солидисты произошло почти один день. Вполне возможно. Только там, чтобы их посмотреть, надо с нашим руководством решать. Хотя думаю, если вас сюда пустили, то проблем не будет. Что? Наконец-то. Ай. Что? Что есть? Та как корова языком слезала. Никто ничего не видел. Но тут такие девчата, такие танцевники. Очей не отрывают. Щоправда, все переляканы как кури. Чего? У них сейчас репетиция должна быть, а солистка пропала. Телефон не отвечает, дома ее нет. Солистка? Угу. Пропала. Ты давно ее взял? Вот блин. Когда Степа сказал про танцовщицу, которая пропала, меня как током проняло. Вот она, следующая жертва. Нет, я, конечно, мог ошибаться, но интуиция подсказывала совершенно другое. Я просто чуял, что мы напали на след. Петь новая жертва. Анжела, 22 года, танцовщица ночного клуба. Пропала сегодня или вчера ночью после работы? Ты уверен, что она жертва? Не уверен, но ты посмотри, пожалуйста. Она работала в том же клубе. Степа, не маячь, садись, отсматривай видео. Я не маячу, я работаю. Странно это. Но ее нет в мире мертвых и нет в мире живых. То есть она застряла между миром мертвых и миром живых. Как это может быть в нашем случае? Возможно, это наркотики. Есть! Ха-ха! Знайшов! Ох, я молодец! Ось наша Оленка. Время. Знайшов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На жаль, кіно скінчилося. Це останнє збережене відео за той період. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно найти этого мужика, который к ней приставал. Свяжись со Славиком, пусть увеличит изображение максимально, без потери качества. И еще пусть постарается отследить мобильный телефон этой танцовщицы. Петя, я тебя очень прошу, отслеживай девочку. Вдруг она появится в одном из миров. Я надеюсь, в мире живых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, заложник гормонального фона. Костя есть? Слухай, ты, разумнику, тебе еще сколько відбувати альтернативное покарание? Хочешь, додам термину? Степа, не имеешь на то законного права. Что у вас? Я тебе зараз кину видео, треба мармизу одного хлопца раздивитися. Зможешь? Ну, и заразом дизнатися номер телефона, и, как всегда, звідки звонили, и кто, остальный звонок. Не учи ученого. Это все? Ну, можешь еще мне гороскоп найти на завтра. Очень смешно. Пока, Слю. Я так люблю подражнити того психа. Ну, хотя он, звичайно, гений, таких больше не делают. Я очень удивлюсь, если он за минуту не дадет нам полную информацию с всеми связками девчины, которая пропала, и полным досье на каждого, кто хотя бы на мить до ней наближался. Со Славиком мы познакомились еще когда я в органах работал. Он тогда взломал базу одного банка, и у парня начались очень большие проблемы. Его просто могли убить. Ну, вот я решил предложить ему альтернативное наказание. Отсидеть несколько лет в тюрьме на особенных условиях, а за это он мне помогает. Всем привет. Ну, какая неожиданность. Чем обязаны? Я смотрю, мне здесь рады. Та не звертайте уваги. Сидайте. Чай, каву. Так независимо бачите вас без трупа. Степа, ну ты мастер комплимента. Нет, спасибо я на минутку. Ну что, Костя, как расследование? Ты знаешь, ко мне приходили наши оперативники и жаловали, что висяк. У них висяк, а у нас очередная пропажа девушки. Да ладно. А они мне ничего не сказали. А ваши просто еще не в курсе. О, а ось мой гороскопчик. Лариса, вам не треба гороскоп на коханню? Славка может сбацать. Ну, как там наши дела? Отлично. Еще 243 дня, 18 часов, 15 минут и свобода. Да нет, я про наши дела. Удалось установить, где находится телефон танцовщицы? По спутнику нет. Но я пробил ее номер по базам мобильных операторов. Перед тем, как он был выключен, было два звонка. Один с автодозвона, а на второй я сразу позвонил. Ну? Собрал немного, что из банка, по кредиту. И чувак мне сам назвался. Это некий Сергей Гулякин. Интересная, скажу вам, личность. То есть, я так понимаю, досье на него у тебя уже есть? Обижаешь, начальник. Сергей Гулякин, 32 года. Освободился из мест лишения свободы полгода назад. По УДО. Сидел, внимание, убийство своей девушки. Вот его фото, ловите. Ну ты, Славик, просто волшебник какой-то. Ага, Арчи Гудвин недоробленный. Вы просили меня увеличить изображение со скрытых камер? Ну, в общем, я все сделал, но все размыто. Было. У меня есть одна программулина. Короче, вот ваш красавчик, ловите. Ух ты, тот же парень. По нему я вам высылаю. Слушай, Костя, зачем тебе этот с одной извилиной? Да говори, чтоб меня досрочно отпустили. Ну, чего тебе стоит? Нет, слишком дорого стоило тебя туда засадить. А Степу ты не обижай. Он мне нужен для того, чтобы на его фоне казаться умнее. Степа, прости, шучу. Ну, ладно, Слава, на рой что-нибудь еще, звони, пиши. Я не верил своей удаче. Человек, который приставал в клубе к погибшей Елене, и человек, последним звонившей Анжеле, одно и то же лицо. Бывший заключенный, на счету которого одно убийство, а теперь, может быть, еще три. Но у нас не было доказательств. Мы решили выследить его. Возможно, он приведет нас к жертве. Степа, погнали. Ларочка, прости, пожалуйста. Ну, правда, ну, нет времени. Я когда-нибудь за чашечкой кофе обязательно удовлетворю твою любопытство. Да ладно, не переживай. Я все понимаю. За очередным трупом придешь и все сам расскажешь. Все, вам удачи. Погнали. Петь, отслеживай, пожалуйста, девочку. Как только появится какая-то информация, сразу сообщай. Степа, ну, елки-палки, ну, бегом, бегом, давай. Удачи! Шеф, в зарне-то полоскайте? Ты чё оболдал? Чё? Ты себе организмами засоряешь? А мне казали, вон радионуклиды выводить. Слова какие-то, знаешь, умные, а? У меня в машине семечки не едят. Ну, добрый. Так, наш клиент. Опа. Ну все, зараз побігаємо. Теперь главное не упустить. Особисто у меня на той момент сумнівів не лишилося. Цей Гулякін – маньяк и вбивця. И брати его треба было терминово. Мы же знали, что ось-ось он должен убить еще одну девчину. Хибо был час на раздуму? Шеф, треба брати. Погоди. Ну трохи натиснемо на нього, він все разповість. Погоди рано. А то він зараз махане в кущі, де ми його потім шукати будемо. О, теперь беремо. Руки вбивцяйте. Руки вбивцяйте. Стопа. Да що тихо-тихо, він її вбив, ми не встигли. Ти че я не вбивав? Ти че, блин, Эд? Це моя робоча футболка, блин. Я на фринке работаю. Мясо, ну, бляд. Ти че це листо проверить? Ти че? Ти че дневну експертизу проверить. Чи я це ходить? Где Анжела? Анжела, я спрашиваю. Анжела, я сам її іщу. Звечера пропала. Неслуху, не дозву. В то, що розказав Сергій, було нелегко поверить, але він оказався просто неудачливим воздихателем Анжелы. Завсега тайм-клуба він встал із-за неї. Він ходив на кожного выступлення, носив ці, ухаживав, але дівша йому відмовляла. Привет, малыш! Слушай, встані от мене, це не моє вкусь. Та ти не знаєш мене. Та ти скажи, я тебе все сделаю для тебя, тільки розреши. О, ти смішной. Парень, остынь. Я тебе говорю по буквам, я тебя не хочу і не люблю. Зайчик, діла в бокальчик Мартин. Секундочку. А що ти з барменом заігриваєш? А що, нельзя? Анжела, не зли мене. У мене, между прочим, сьогодні свідача. Що? З кем? З барменом. Да? Що? Да ти та ж імінь його не знаєш. І що? Що? Що він дуже милий і вкусно готовить коктейльчики. Ладно, я пойду. Анжела. Ми відсліджили. Входячий, звонкина я номер. Ну, було дело. Один раз позвонив, она не відповіла. А потім телефон вообще не відповіла. На видео з камер слеження в клубі ти приставала ки Елені. А на тебе теж отшила. А через несколько часов її теж нашли мертвой. Ну, якась арена? Нікогда? Я нікого не убивав. Буває, іногда я назло. Анжеле, цепляюся з дівчинками з клуба. Та я здесь ні при чому. А ви сказали, то же. А що сі случилось? Що с Анжелой? Провтекав ти свою дівчинку, чувак. В смысле? Їе убили? Хто? Надеюсь, що ще немає. Степа, оформив. Тут все, не забудь футболку здати на експертивзу. Да, алло? Слухай, пацан, не погибайся ти мене. Може, все ж таки ти вбив дівчину? Тобі ж не вперше. Та клянусь я, не я це. А, ну це ми з'ясуємо. Понял. Степа, она появилась. Быстренько все тут оформив. Проверяй алібі і к нам. Є, шеф. Скоро ми все про тебе дізнаємось. Я перевірив алібі цього Дон Жуана. Він на пильному контролю в міліції. В той день дійсно був у матері. Сусіди підтвердили. А на футболці експертиза визначила плями крові тварина, не людей. Хоча типчик неприємний. Та хай ще погуляє на волі. О, Кості. Наша пропажа появилась. Дівушка жива, але енергія дуже слабенька. То появляється, то исчезає. Я її підтримую, як можу. Але силу дівшки хватить ненадолго. Где її искати? Я знаю, де искати. Дівшки. Обратите внимание на точки, де були совершенні убийства. В чорной магії существують міста силы. Якщо местріно рисувати вокруг города перевірнуту пятиконечну звезду пентаграмму, виходить пятиугольник. Вітуальне убийство наш служитель сатаны проводить именно на цих местах. Три места силы вже використовували, ось виходить два. Вот именно. Два места, которые ще убийца не використовувала. Знать би тільки, в якому з них він зараз знаходиться. Степ, потрібно поїхати обі точки, їжджай вот сюди, це близько к нашому офісу. А я поїду сюди, там знаходиться заброшенне кладбище. Шеф як собака. Якщо виходить на слід, вше не зупинити. Нюхом відчуває злочинців. Ну і в такі хвилини краще з ним не сперечатися. Я принял решение разделитися. Отправив Степана на одну із точек, тому що нельзя було терять ні секунды. Позвонив в милицію, щоб були на готові. Возможно, ми вийшли на преступника. Але прежде всього, потрібно було убедитися, що це правда. Дякую за перегляд. Дякую. сумасшедший. Пытается призвать в этот мир самого Люцифера. Фильм он осмотрелся. Думает, что станет всемогущим. Идиот. Не идиот, а преступник. Хотя нет, идиот. Зачем такое транслировать? Может, прославиться хочет? Ну, или переложить вину за убийство на зрителей. Но все знали. А спасти не смогли. Готово выясним. Сейчас надо понять, где это происходит. Там, куда поехал Степа или в другом месте? Шумный. Сколько еще продлится это шоу? Вот в чем вопрос. Да где она лежит? Вот так. Господи, куда я попал? Най. У-у-у. Хо-хо. Так, 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 так. У-у-у. У-у-у. Да, Степа. Алло, шеф. Витаю, вы выиграли. Так, у нас еще один труп. Блин, что же мне так счастлив? Да я не знаю, я в этих справах не спец. Степа, лирика потом. Вызывай оперативников на место, сам дуй на другую точку. Я сейчас приеду. Там встретимся. Я полетел. Это был самый ответственный момент. Нужно было не спугнуть убийцу, но при этом успеть спасти девочку. Я надеялся, что Степа успеет вовремя, и мы вдвоем нейтрализуем этого сумасшедшего. Вот где твое логово, зверь. Никогда больше так не делайте. Молодец, ты пришел. Еще огня. Больше огня. Шеф, ну у вас и хватка. Ничего, Степа, у тебя две руки. Во имя сатаны, правителя земли, я заклинаю силы тьмы. Надо брать. Мы же милицию зачекаем. Не успею, Степа, сами справимся. Вы идите и поделитесь твоей адской мощью со мной. Откройте врата ада, чтобы приветствовать меня, как своего брата. А ну стоять! Нож! Сюда! Лежать! Что, мол, ты что творишь? Ну, припас, пришел. Я с нас через сады справлю. Если так, то процент не подадим. Девушку развяжи. Пошли. Лежать, я сказал. Руки! Жиродей-то, Марышин. Лежать! Лежать! Преступником оказался бармен того же клуба, в котором танцевала Анжела. Виталий Лебедько. Парень всегда считал себя неудачником. В 25 лет работать за копейки барменом в клубе с сомнительной репутацией, вот он и решил стать всемогущим черным магом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА ДАВА! Прыгайся! Нарыпайся! Принимай! Девчата подобаются, так? Залазь! Спокойтесь, Степ. Поехали. Как всегда, по окончании дела я не чувствую радости, опустошения и разочарования от того, что не успели раньше, не спасли других девушек. Хотя, если бы мы его не взяли, неизвестно, остановился бы он на этом убийстве или, почувствовав свою безнаказанность, продолжал бы убивать дальше. Скорее, второе. Так что, хорошо, что все закончилось именно так. Анжелу спасли. И отныне поклонник сатаны будет совершенствовать свои знания в тюремной библиотеке. Надеюсь, пожизненно. Субтитры создавал DimaTorzok